Первое правило клуба. Стать чистый код. Впихнуть невпихуемо. Плохо, вот здесь плохо, а вот смотри, ребята, они делают столько. Ты понимаешь, что, ага, я вот это так долго писала, теперь мне нужно это заново переписывать. Ой, не хочу, лучше по-быстрому, не знаю, закостыляю здесь. Я сейчас буду звучать, наверное, как все эти два цыганей. Привет! Я очень рада видеть тебя на своем канале, потому что сегодня... Дорабанная дорога. Мы заканчиваем с тобой болтать про олимпиадное программирование, а это значит, что наконец-то пришло время. Вообще, посмотри, где ты можешь применить знания на практике, прокачать свои скиллы и, в принципе, попрактиковаться в решении таких задачек. Очень советую посмотреть предыдущие видео. Даже если ты совершенно не понимаешь, о чем я говорю, если ты не программист и просто забрел на мой канал, они все равно довольно интересны. Вот тут где-то ссылка должна появиться. Но перед тем, как начать, я хочу сказать, что у меня какой-то аномальный процент людей, которые смотрят мои видео для маленького канала и при этом не подписаны на меня. Поэтому слева, наверное, слева или справа, короче, где-то здесь будет иконка красивая. Ко всему прочему, я очень жду твоего фидбэка. Ты можешь писать его здесь в комментариях или, например, на моей странице в Инстаграм. Ко всему прочему, обязательно пиши, что ты хочешь увидеть в следующем ролике, о чем ты хочешь, чтобы мы поболтали. Так что очень-очень тебя жду. А теперь обратно к олимпиадному программированию. Если ты только делаешь свои первые шаги, и твоя цель по большому счету это подготовиться к интервью, или может просто расстрасти свои мозги вечером, то я очень рекомендую LeadCode. Этот сайт позиционирует себя как лучше, чтобы подготовиться к техническому интервью. И по правде сказать, я, конечно, не ручаюсь говорить вообще за все сайты, но он действительно очень хорош. Как минимум задачки там действительно похожи на то, что встречаются в реальных интервью. Ну а если говорить про сам сайт, во-первых, задачи там распределены на категории типа алгоритма, базы данных и так далее. И ты можешь сам в зависимости от поставленной тобой задачи подобрать конкретно сейчас, чем ты хочешь больше позаниматься. Например, если ты хочешь, я не знаю, просто растормошить себя вечерком, то алгоритмы это довольно прикольная секция. Или можешь сразу пойти во вкладку All и просто нарешивать вот все подряд, как оно и идет. Во-вторых, у каждой задачи есть уровень сложности, то есть Easy, Medium и Hard. Если ты зайдешь во вкладку Easy, то там действительно есть много чего, то ты можешь потренироваться в самом самом начале. Потому что в самом начале, на самом деле, самая главная проблема — это написать чистый код. Наверное, у кого-то это действительно получается прям с самого начала, но у многих, включая меня, в самом начале, когда ты пишешь, как я уже говорила, это какой-то тихий ужас. Ты можешь даже придумать алгоритм, но он начинается. Ты придумал решение, начал писать, понял, что ты использовал не ту структуру данных, которая нужна, это не подходит, здесь неудобно, начинаешь костыли писать, потом начинаешь громадить код, Потому что понял, что, ага, здесь может быть вот такая еще штука Ну и, конечно, в итоге пошло поехать В итоге у тебя огромный совершенно нечитаемый код, в котором куча костылей И ты понимаешь, что, ага, у тебя какая-то ошибка на каком-нибудь тест-кейсе И самое, мне кажется, ужасное, что здесь можно делать Это пытаться впихнуть невпихуемое То есть стараться вместо того, чтобы переписать все заново Потому что в самом начале это бывает лень Ты понимаешь, что, ага, я вот это так долго писала Теперь мне нужно это заново переписывать Ой, не хочу, лучше побыстрому, не знаю, закостыляю здесь какой-то случай И тогда будет все хорошо В общем, нет Я правда очень советую переписывать решения сначала Потому что это еще один метод, как ты научишься писать чистый код Каждую неделю Тайлер оглашал правила, о которых мы с ним условились Добро пожаловать в бойцовский клуб Первое правило клуба Писать чистый код Второе правило клуба Всегда писать чистый код Еще такой совет от меня, который тоже мне очень помог Если ты решил что-то И ты понимаешь, что могло бы быть лучше У тебя, конечно, зашла задачка, там стоит галочка Но ты понимаешь, что, ага, на самом деле я могу переписать код Он будет красивее, лаконичнее и так далее Сделай это, не поленись Потом это тебе очень поможет Еще одна классная вещь, которая есть на лидкод, за что я его очень люблю Это solutions Некоторые, кстати, открываются не сразу, а только после того, как ты решишь эту задачу И обсуждения, где люди в основном просто постят свои решения И иногда их комментируют Самое, мне кажется, ужасное, что ты можешь сделать, когда начинаешь только нарешивать задачи в начале Это, если у тебя с наскока не получается решить задачку То лезть в комментарии и смотреть, как ее решили другие На самом деле, мне кажется, знаешь, это очень-очень соблазнительно звучит То есть ты такой пошел, понял, как решать И думаешь, ага, если в следующий раз мне что-то такое попадется, я уже буду знать, как это решать Но вот знаешь, это что-то по типу ЕГЭ получается Странный пример, возможно, но когда ты приходишь на ЕГЭ У тебя там однотипные задачи, которые ты учился решать год И если тебе попадается задача, которая хоть немного не похожа на то, что у тебя было до Все, паника, все, ты не понимаешь что, как, зачем, почему И тут то же самое Ты, да, возможно, ты увидел алгоритм Ты понял, что, ага, вот в такого типа задачах ты, не знаю, можешь применять то, то и то Но если задача немного другая Если задача состоит, не знаю, из двух подзадачек и так далее и тому подобное Все, у тебя уже паника, ты не понимаешь, что дальше делать Да, бывают случаи, когда ты понимаешь, что все, я уже никак не могу ее решить Ну, во-первых, я советую отложить ее на потом и прийти еще раз попробовать Перечитать, подумать еще раз и так далее, это порой помогает Ну, если уж ты, не знаю, совсем-совсем хочешь, да, посмотреть решение Но так смотреть решение только после того, как ты уже заслал свое, и она зашла Таким образом ты, во-первых, смог сам И, во-вторых, посмотрел, как это можно было сделать лучше То есть ты еще и научился чему-то А если ты смотришь сразу, то, ну, понятное дело, что это уже не то То есть в чем смысл? Переписать чужое решение и сказать себе, что ты молодец? Ну, лучше ты посидишь, даже не придумаешь И это тебе поможет намного больше, чем если ты придешь и просто скопипастишь какое-то чужое решение И получишь за это галочку Вторая вещь, которую я считаю must have Это то, о чем я узнала, когда пришла 1 сентября в универ, ну, второго Это code forces На этом сайте проводятся контесты, то есть соревнования для программистов Где у тебя в определенное время на несколько часов открывается пул с задачами И эти задачи тебе нужно решить как можно быстрее, как меньше налажав в этих задачках И вот в зависимости от этих факторов начисляется твой рейтинг после окончания соревнования Соревнования тоже бывают разного уровня Но почему они важны? Почему нельзя просто сидеть, решать задачи на лид-коде? Конечно, можно, но, как мне кажется, когда себя поджимает время Когда ты в стрессовой такой ситуации То это что-то типа подготовки к реальным каким-то вещам То есть бывает довольно сложно показать себя, если ты до этого Единственное, что делала, это решал без тайминга, без других людей Просто вот сидела и нарешивала задачи Когда ты приходишь на собеседование или куда-то в другое место Это стрессовая ситуация Тебе нужно показать себя во всей красе И такие контесты, они действительно очень помогают собраться То есть вначале ты приходишь Я помню то, что когда я пришла на свой первый контест Я решила одну задачу, у меня жутко тряслись руки Я за два часа ее как-то там написала, отправила Но в конечном итоге у тебя пропадает вот этот вот мандраж И становится легче это все дело писать И знаешь, появляется такой азарт Ты хочешь, что ага, у меня тут вышло Я не знаю, ты решил две задачи А здесь ты хочешь уже решить три задачи И пошло-поехало То есть это еще стимулирует тебя развиваться Потому что порой бывает довольно сложно Ну, самому себя дисциплинировать Просто сидеть, решать задачки Да, там у тебя есть эти галочки Но по большому счету и все А тут ты понимаешь, что у тебя рейтинг Ты соревнуешься с другими людьми и так далее и тому подобное К всему прочему, ты можешь участвовать в виртуальных соревнованиях Что это значит? Это значит то, что ты регистрируешься Ты пишешь контест, но ты пишешь его в удобное для тебя время Тебе за это не начисляется рейтинг Тебе-то просто потом говорят, где бы ты предположительно был Это такие более лайт условия, чем на обычном контесте Но все равно это тоже очень дисциплинирует Потому что у тебя есть время Ты видишь, как писали другие участники В общем, это тоже крутая вещь, чтобы потренироваться Ко всему прочему, на CodeForces ты тоже можешь просто решать задачки Но, как по мне, самое большое отличие от CodeForces от лид-кода Это то, что на CodeForces тебе не дают тест-кейсы Точнее, дают первые там могут один, два тест-кейса Если твоя программа работает неправильно То, например, на лид-коде ты сразу получаешь данные На которых твоя программа отработала неверно Тебе сайт пишет то, что конкретно этих данных Вот твоя программа выдала этот результат А результат должен быть вот такой Но CodeForces такого нету То есть, если ты что-то не так сделал, то тебе просто напишешь Ага, вот на таком тесте у тебя программа упала И не пишут на каком именно, а просто, типа, не знаю 26-й тест На 26-м тесте у тебя был ВА Или, на, не знаю, на 72-м тесте у тебя упала программа Из-за того, что она работала слишком долго И, как ты сам понимаешь, это сложнее Но это больше приближено, что ли, к таким real-life tasks Так что это такие более спартанские, я бы сказала, условия Но если ты уже понимаешь, что тебе не хватает просто лид-кода То можешь идти туда И я очень советую, даже если ты понимаешь Вот ты порешал задачи на лид-коде Ты нарешал там изи И понимаешь то, что, ага, я уже неплохо в них, например Потом приходишь в секцию medium Или, не знаю, на CodeForces Начинаешь решать и понимаешь, что у тебя вообще никак не получается Не нужно возвращаться сразу к изи и говорить Ага, это значит то, что недостаточно много решал еще в секции изи Нет, это работает немного не так Когда тебе сложно, это хорошо Когда у тебя что-то не получается, это отлично Когда ты понимаешь, что, ага, кто-то лучше, чем я Это тоже замечательно Потому что это значит, что тебе есть куда расти Есть столько нового, чему тебе еще предстоит научиться И это круто Потому что, повторюсь, ты развиваешься Развиваться — это офигенно Мне кажется, моя самая большая проблема — это сравнивать себя с другими Я вот когда поступила на современное программирование, у меня знания были намного ниже, чем у ребят Которые поступили по Олимпиадам и так далее И самая моя большая ошибка была сидеть и клевать себя за то, что Черт, Саша, ты там вот тут плохо, вот здесь плохо А вот смотри, ребята, они делают столько И что, ребята молодцы, но это не значит, что от этого ты хуже Я сейчас буду звучать, наверное, как все эти но цыгане, типа Или блогеры, вылезайте из-за предела своей вот этой комфортной зоны Но это действительно работает Пока ты не пойдешь в секции, где у тебя плохо получается И пока ты не будешь пытаться там, у тебя ничего не получится Так что, go and get it Обязательно В общем, я уверена, что я забыла половину вещей, которые хотела сказать Но я все равно надеюсь, что тебе понравилось это видео Я попробовала его сделать более такой лайв-ток В общем, напиши мне об этом в комментариях, понравилось ли тебе Обязательно подпишись, повторюсь еще раз И пиши в комментариях, в инстаграме Буду обязательно тебя ждать Пока!